Камерный зал, разнообразие музыкальных инструментов, популярные классические и народные произведения. Длительность концерта не больше часа. Все на этом выступлении сделано для того, чтобы юные зрители не заскучали, а посещение мероприятия стало ярким событием в размеренной школьной жизни. У нас очень красивый зал, там стоит орган. Представляете, дети приходят, первый, второй класс видят такой зал. У них совершенно другое отношение к концерту. В своей школе это одно, они там привыкли, уже знают зал, а здесь они приходят, и для них это все. Все новое, да, они с горящими глазами сидят. Вы слышали, да, как тихо в зале было? То есть дети слушались с большим удовольствием, то есть это их захватывает. Они потом будут рассказывать своим родителям. А рассказать действительно есть о чем. Виолончель, балалайка, гитара, фортепиано, скрипка, баян. Недаром концерт называется «Осенний калейдоскоп мелодий». Известную и популярную даже у непрофессиональных музыкантов гитару уже в следующем номере сменяет довольно редкий ксилофон. Организатор детской филармонии Екатерина Ефремова является преподавателем школы искусств по классу виолончели. Она считает, что следует не только показывать возможности того или иного инструмента, но и рассказывать о нем школьникам. А потому в концерте неизменно присутствует элемент лектория. Балалайку принято считать олицетворением русской культуры. В одной из версий балалайки придумали крестьяне. Немалую пользу приносят такие концерты и маленьким музыкантам. Илья Комов учится в третьем классе, но на баяне играет с шести лет. К инструменту юного музыканта приобщил дедушка. По мнению Ильи, подобные концерты оказывают огромное влияние и на исполнительскую практику музыканта. Удовольствую еще, получается, потому что хорошо сыграл. И еще я учусь играть на публике. Это тоже нужно уметь любому хорошему музыканту. Под занавес на сцене выступил фольклорный ансамбль. И здесь уже юные зрители могли поучаствовать в сценическом действии. Похлопать в ладоши или спеть вместе с исполнителями. Близкое знакомство и погружение в музыку. Так вкратце организаторы описывают цель подобных концертов. Если раньше мы ходили с детьми по школам, по детским садам, выступали, то теперь мы будем приглашать ребят из разных школ, и они будут приходить к нам. И мы для них будем делать вот такие концерты, чтобы в дальнейшем, конечно, дети приходили учиться в музыкальную школу. Но даже если кто-то из детей пока не мечтает об игре на музыкальных инструментах, подобное дополнение к привычным урокам музыки, по мнению школьных педагогов, очень помогает в работе. Это общее развитие и открытие какого-то нового творчества, которое можно применить в дальнейшей жизни. За несколько минут я спросила у детей, дети в восторге. Несмотря на то, что посетители подобных концертов школьники, прийти сюда может любой желающий. Тем более, что теперь выступления будут проводиться постоянно. Максим Козлов, Владимир Бижонов, Елена Кошелева. Видное ТВ.